МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске. Германия становится ближе. Ненецкий округ с рабочим визитом посетила генеральный консул ФРГ. В каких сферах будет налажено сотрудничество? Не хочу учиться. В нашем эфире история о подростке, который на протяжении полугода отказывается посещать школу. Заставить его сесть за парту не могут ни родители, ни социальные педагоги. Большое дело начинается с малого бизнеса. На какую поддержку могут рассчитывать окружные предприниматели и что нужно сделать, чтобы модернизировать оборудование своего предприятия? Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. В эти дни столицу Заполярья с рабочим визитом посетила генеральный консул ФРГ в Санкт-Петербурге Эльте Адрхольд. В рамках рабочей поездки она посетила ряд образовательных и культурных объектов, в том числе среднюю городскую школу номер один, а также Ненецкий краеведческий музей, музей-заповедник Пустозерск, этнокультурный центр и центр арктического туризма. Также состоялась рабочая встреча с заместителем губернатора Ненецкого округа Юрием Бездудным. Стороны обсудили сотрудничество в сфере культуры и образования. По мнению Эльте Адрхольд, оно может стать возможным в рамках Года Германии, проходящего в России в 2020-2021 годах. Заместитель губернатора Юрий Бездудный отметил актуальность такого взаимодействия. «Мы открыты к сотрудничеству по самым разным направлениям. И поскольку в России проходит Год Германии, мы с удовольствием могли бы подключиться к этой программе в части культурного обмена. У нас есть свои замечательные национальные коллективы. Для нас это представляет большой интерес. Кроме того, у нас не так много детей, изучающих немецкий язык. Поэтому можно рассмотреть возможность обмена школьниками. Им было бы полезно оказаться в языковой среде и познакомиться с культурой Германии, пообщаться с носителями языка», – отметил Юрий Бездудный. В ближайшее время профильные специалисты Ненецкого округа и представители Генерального консульства ФРГ в Санкт-Петербурге и определят конкретные проекты по сотрудничеству. Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля 2020 года. Предложение о дате проведения голосования по поправкам в основной закон России поддержал президент Владимир Путин. Известно, что этот день станет нерабочим. Но сейчас все инициативы по изменениям обсуждаются на совещаниях по подготовке предложения о внесении поправок в Конституцию в тематических подгруппах. Слово Александре Литковой. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января предложил закрепить в Конституции положение о единстве всех уровней публичной власти. Он отметил, что необходимо включить в нее органы местного самоуправления для повышения роли муниципалитетов. Поправки, которые планируют внести в Конституцию, прокомментировал глава Малоземельского сельсовета Михаил Талиев. Я думаю, что будет внесено дополнение статью 139-ю, 132-ю. Органы местного самоуправления и органы государственной власти будут входить в единую систему публичной власти и будут осуществлять взаимодействия для наиболее эффективного решения задач интереса граждан. Президент Ассоциации ненецкого народа ЕСАВЫ также считает, что поправки в действующую редакцию Конституции повлияют на качество жизни северян и коренных малочисленных народов. Одно из предложений, что самое значимое, это, конечно же, обратить внимание на те субъекты и власть приблизить к нашим жителям, наших крайних регионов нашей страны. И надеюсь, что данная поправка у нас будет принята. Ну а наша ассоциация активно в этом участвует, и мы также будем работать, также будем активно принять участие, ну и, конечно же, также призываем всех в этом активно поучаствовать. В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Ненецком округе Галина Гуляева прокомментировала поправки к основному закону, касающиеся материнства и детства. В частности, в статье 38 сказано, что семья находится под особой защитой государства. Однако инициаторы поправки считают, что статья нуждается в таком дополнении, как бережное отношение к детству. В традициях народов большой нашей страны всегда было бережное отношение к детям. И поэтому эта поправка, она очень кстати будет. Далее он сказал о том, что это будет таким нравственным началом для объединения всей нашей страны. Со своей стороны, я тоже поддерживаю, конечно же, эту поправку, потому что бережное отношение к детству, оно просто должно быть во главе всего. В рамках масштабной общероссийской подготовки к голосованию к поправкам в Конституцию был создан проект «Волонтеры Конституции». Его цель – рассказать о проведении общероссийского голосования по изменениям в основной закон государства. Внесение изменений в Конституцию – одно из самых крупных событий страны, поэтому представители добровольческого движения выступили с инициативой помочь принять в этом участие. В течение двух недель до старта голосования в округе, в общественных местах, таких как парки, скверы, торговые центры, в общем, местах скопления людей, будут организованы информационные стенды, где волонтеры расскажут о планируемых изменениях в Конституцию и в целом об общероссийском голосовании. Напомню, внести изменения в Конституцию предложил Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию. После этого была сформирована специальная рабочая группа, задача которой – подготовить предложения для поправок. После рассмотрения парламентом страны они будут вынесены на всенародное голосование. И только после этого их подпишет президент. Александра Литкова, Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Не хочу учиться. Следующая история о подростке, который на протяжении полугода отказывается посещать школу. Заставить его сесть за парту не могут ни родители, ни социальные педагоги. Но мальчику необходимо окончить хотя бы 9 классов. Эта информация послужила поводом для проверки уполномоченным по правам ребенка в Ненецком округе. В РИД отправилась и наша съемочная группа. Ольга Русул продолжит тему. Поводом для РИДа стало обращение, которое поступило к уполномоченному по правам ребенка Галине Гуляевой. Подросток уже полгода не посещает школу. Из одного учебного заведения он документы забрал, а в другое до сих пор не принес. Повлиять на него не могут ни социальные службы, ни родители. Родители не могут проконтролировать учебу. Они в этом сознаются. Они говорят о том, что дети мало их слушаются. И это проблема, наверное, не только этой семьи, а вообще, в принципе, многих семей. Второй ребенок в этой семье в школу ходит. Но не на все предметы и не всегда. Есть проблемы с успеваемостью. Мальчик недавно вернулся из социально-реабилитационного центра, где находился три месяца. Вернулся с хорошей характеристикой и аттестацией по всем учебным предметам. Там он учился, причем хорошо учился. Ему там нравится. Приезжает домой, перестает учиться. Жалуется на то, что в школе якобы не так. Но любую такую информацию надо проверять. Кроме того, семья находится на контроле в комплексном центре социального обслуживания. Сотрудники центра проводят профилактические беседы с родителями и несовершеннолетними детьми. Данная семья у нас находится на учете уже давно. Мы проводим профилактику как с родителями, так и с несовершеннолетними. Да, есть проблемы в этой семье. Родители не понимают то, что дети должны проходить обучение. Мы с ними постоянно работаем в этом направлении. Также есть несовершеннолетними. Объясняем, что нужно учиться. Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, попадают под патронат социальных служб. Специалисты КЦСО оказывают социальную продуктовую вещевую помощь людям, столкнувшимся с трудностями. На каждую семью составляется индивидуальная программа, которую реализуют совместно с различными учреждениями. Это, например, помощь в оформлении детских пособий, устройства в дошкольные образовательные учреждения, помощь в трудоустройстве. Да, конечно, у нас идет хорошее взаимодействие со всеми субъектами профилактики. Это и школы, и социальные педагоги нам сообщают, что дети не ходят, которые подучетные, да, не ходят в школу. Мы сразу выезжаем, выясняем причины. Если это без ужительных причин, тогда проводим профилактические работы с родителями и с несовершеннолетними. Что касается этого случая, родители обещали проконтролировать старшего сына, чтобы в ближайшие дни он все-таки появился в школе и отнес туда свои документы. Ведь ему необходимо окончить хотя бы 9 классов. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Владислав Ткачев, Телеканал Север. Продолжается прием документов на конкурс субсидий по модернизации оборудования. О том, какие приоритетные направления поддержки бизнеса, а также о процедуре подачи пакета документов, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Медицинский центр «Лекарь» получает поддержку уже не первый раз. Владелец мини-клиники изначально подавал заявку на грант на открытие центра. Затем при содействии округа закупил необходимые инструменты. Теперь же приобрел УЗИ-аппарат. Второй раз дали миллион практически, да, за приобретение вот этого аппарата. Это чудо-аппарат, УЗИ, да, но он не для диагностики, он для УЗИ-наведения интероперационного. То есть я, например, ставлю датчик, да, и уже глядя на то, как идет игла, вожу лекарственный препарат непосредственно в больное место. С помощью УЗИ-аппарата процедура проходит точнее и безопаснее. Сейчас я проверю это на себе. Так называемая блокада помогает избавиться от боли в шее. Изначально место процедуры подготовили и обработали. Затем с помощью УЗИ-аппарата нашли очаг болезненного места и ввели инъекцию. Процедура прошла максимально безболезненно и точно. Великолепная вещь. Пациенты стали лучше даже отзываться о самой процедуре блокад. Это раз. Второе. Безопасность. Ты знаешь, куда колешь. Ты никогда не попадешь в сам нерв, никогда не попадешь в артерию, в вену, чтобы этот обезболивающий препарат тут же разнесся по организму и вызвал нехорошее явление. Также субсидию по модернизации оборудования получило общество с ограниченной ответственностью за полярный олень. Основная деятельность организации – производство кормов для кошек и собак и субпродуктов северного оленя. Мы сейчас плотно работаем с Дальним Востоком. Наша продукция представлена в Красноярском крае, во Владивостоке, в самом. Четыре региона Дальнего Востока непосредственно с нами работают. Линейка продукции насчитывает около 50 позиций. От рогов до органов животных. Сырье для продукции закупают заранее и хранят в специализированных морозильных камерах. Нам сейчас субсидировали морозильную камеру на 29 кубов кубических метров. Взяли камеру, сейчас она здесь, все хорошо, и 60% нам за нее вернут. В 2020 году состоится два конкурса по предоставлению субсидий на модернизацию оборудования для предпринимателей. Первый начался еще 10 февраля и продлится до 10 марта. Второй пройдет с 30 апреля по 31 мая. Мы принимаем документы на предоставление субсидий по модернизации оборудования. В этот период предприниматели могут подать пакет документов, подтверждающих понесенные расходы. И после 10 марта документы будут рассматриваться на комиссии. Соответственно, предпринимателям будет предоставлена поддержка в размере 60% от понесенных затрат на приобретение оборудования, но не более 1 миллиона рублей. В рамках конкурса предоставления субсидий были определены приоритетные направления поддержки бизнеса. Это сельское хозяйство, охота, рыболовство, обрабатывающие производства, строительство, здравоохранение, предоставление социальных услуг, организация культуры, спорта и другие. Это надо подтвердить расходы предпринимателя на оборудование. Это начиная от договора на поставку оборудования, акты прямой передачи, подтвердить оплату этого оборудования и все необходимые расчеты с контрагентом. Также ключевым вопросом всегда является наличие либо отсутствие задолженности по уплате налогов. Ее не должно быть, поэтому перед подачей документов всем рекомендуем настоятельно проверить отсутствие задолженности, погасить все возможные налоговые платежи, какие необходимо погасить, и тогда подавать документы. Потому что один из самых частых случаев отказа – это задолженность по налогам. Причем она иногда бывает очень маленькая. Добавлю, в 2019 году в целом поддержку из бюджета округа на модернизацию оборудования получили предприниматели, занятые в медицинской и строительной сферах, а также общественного питания и дополнительного образования детей и взрослых. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Старшеклассники 4-й школы присоединились ко всероссийской акции «Урок первой помощи», которая проходит во всех субъектах страны. Это совместный проект Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», Российского движения школьников, Министерства здравоохранения и просвещения. Александра Литкова продолжит. Оказывать первую помощь в бытовых и чрезвычайных ситуациях школьников учат на уроках основ безопасности жизнедеятельности. Поэтому к старшим классам многие уже неплохо знают алгоритм действий в экстренных случаях. Школьники уверены, что учить детей оказанию первой помощи нужно как можно раньше. Я считаю, что это очень необходимо, потому что можно попасть в любые ситуации, достаточно экстренные, когда нужна будет первая помощь, и вот научившись в школе, мы сможем ее произвести. Во время урока ребятам объяснили теоретические основы первой помощи, а затем знания закрепили на практике. Занятие началось с того, что мотивацию провели, рассказали, зачем это надо, каким образом это где-то в других странах организовано, сколько человек, какой процент населения также обучен. Например, в Норвегии 95% населения обучено оказанию первой помощи. Дальше рассмотрели ситуации, при которых необходимо оказывать первую помощь, ну и посмотрели некоторые примеры. Цель всероссийской акции – это не только повышение медицинской грамотности школьников, а также создание условий для формирования ответственного отношения к вопросам своего здоровья. Планируется, что уроки первой помощи проведут и для учеников искательской школы. Узнать о востребованных в Нинецком округе специальностях и определиться с выбором учебного заведения. Для старшеклассников провели ярмарку учебных мест и вакансий. Свои возможности потенциальным абитуриентам представили известные в России государственные вузы, окружные учреждения среднего профессионального образования и работодатели. Ирина Никешина расскажет подробнее. Один из опорных вузов России, который впервые принимает участие в окружной ярмарке учебных мест – Цыктывкарский государственный университет имени Петерима Сорокина. Его структура входит в 14 институтов и колледж. Мы как опорный вуз предлагаем 45 направлений бакалавриата, 3 направления специалитета. Специалитет представлен лечебным делом, педиатрией и правовым обеспечением национальной безопасности. 5 направлений среднего профессионального образования. Что касается магистратуры, свыше 40 магистрских программ мы тоже предлагаем 12 программ аспирантуры. Информацию об образовательных программах, возможностях и условиях обучения будущим абитуриентам представил еще один государственный вуз – Новгородский университет имени Ярослава Мудрого. В его структуру входят 7 институтов и 4 колледжа. Новгородский государственный университет предлагает более 49 направлений подготовки, включая направления для среднепрофессионального образования, для 9-ти классников, тех самых, которые будут выпускаться. Это и IT-техника, компьютеры, это право и организация социального обеспечения, это туризм, это гостиничное дело. Всего на участие в ярмарке заявились 5 вузов, в том числе Московский институт мировых цивилизаций и два университета из Архангельска – САФУ и СГМУ. Не остались в стороне и постоянные участники мероприятия – окружные учреждения среднего профессионального образования, чья целевая аудитория преимущественно выпускники 9-х классов. В этом году техникум у нас объявляет набор на 4 такие специальности – это информационная система и программирование, это управление качеством продукции, процессов и услуг, поварское и кондитерское отдело и, конечно же, экономико-бухгалтерский учет. Помимо учебных заведений в ярмарке принимают участие и работодатели. Они рассказывают ребятам о востребованных специальностях и особенностях работы, при необходимости помогают подобрать вуз. Наше предприятие ведет активную политику в области трудоустройства. У нас постоянно идет омоложение кадров. Значит, какие специальности мы предлагаем? Это летная эксплуатация воздушных судов, это техническая эксплуатация, это служба авиационно-технической базы и организация перевозок и так далее. Нашим амбитуриентам мы предлагаем список учебных заведений, мы помогаем подобрать профессию, рассказать немного. Еще не определился с вузом, но уже имеет представление о том, в какой области хотел бы реализовать себя девятиклассник четвертой школы Георгий Левин. Свою будущую профессию юноша намерен связать с медициной. Большинство моих родственников, у них всех связана жизнь с медициной. Ну и так, можно сказать, кто-то там детский массажист, кто-то врач-педиатр, кто-то хирург. Если в медицинский вуз, то какой предпочтете, что-то СПУ будет или в какой-то другой вуз? Ну, в медицинский, в Архангельске, я имею в виду, или в другом городе? Может быть и в Архангельске, может в другом городе. Я посмотрю, что будет более доступно мне и куда я смогу уж точно поступить. После школы сразу в вуз планирует поступать и Иван Давыдов. Какие направления ты для себя определил? Медицинское дело, скорее всего. Либо инженер. Что-то два из этого. Одно из этого. Медицинское дело. Я знаю, да. Ну, просто я разносторонний человек, могу и тем, и тем заниматься. Главная цель ярмарки учебных мест – дать ребятам возможность познакомиться с образовательными программами, узнать о специфике обучения в вузах или СУЗах. Ведь совсем скоро им предстоит сделать свой выбор будущей профессии. Ярмарка проходит ежегодно один раз. Проходит все-таки с тем, чтобы ребята, которые еще не определились, смогли определиться, когда можно поступить. Потому что, если делать ближе к экзаменам, то уже, наверное, кое-что идет. Определиться с выбором будущей профессии ребятам помогали и организации Неницкого округа. Все желающие могли примерить на себя костюмы спасателя, принять участие в мастер-классах и узнать о имеющихся вакансиях по окружных работодателям. Ирина Никешина, Антон Водряков, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.